Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы снова смотрите «Сквозь судьбы» и мы рассказываем об интересных проектах «Зрители культуры и искусства Удмуртии и России». Сегодня Государственный русский драматический театр Удмуртии представляет артистов этого театра. Заслуженный артист России, народный артист Удмуртии Юрий Малашин. Юрий Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! И Вадим Истомин, актер русского драматического театра. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли рассказать о некоторых интересных событиях, которые в русском драматическом происходят. Но я всегда прошу гостей сперва начать немного о своей судьбе. Может быть, несколько фраз о том, как судьба вас привела в театр, Юрий Павлович? Из самодеятельности ли это вообще все случилось внезапно у вас? Ну, как и все, наверное, как многие, я тоже занимался в самодеятельности. В клубе в небольшом городе Свердловской области Рибда занимался и увлекался этим делом. И как-то так сложилось, что я сразу, может, я буду актером, и больше у меня никаких желаний не было. Я пошел туда, целенаправленно, и поэтому поступил. Вадим, а как у вас это произошло? Я знаю даже, что перед русским драматическим вы успели еще в одном театре начать карьеру. Да, но там без образования я туда пришел. Как-то странно меня судьба в театр занесла. В школе особой самодеятельности не участвовал и не думал до окончания школы вообще о театре, в принципе. Нас вводили со школой, как такие добровольно принудительные. Вот. И увидел объявление, что Екатеринбургский государственный театральный институт набор объявляет в Тобольске, на моей родине. То есть там в один день был конкурс прослушивания. И как раз в этот день у меня в школе был экзамен по информатике, и я не попал. Ну и после окончания школы, естественно, надо куда-то поступать. Родители стояли в университет нефтегазовый, проучился там один курс, понял, что абсолютно не мое, не могу сидеть за партой и слушать лекции. На тему нефтегазового. Да, и потом дальше работать по жизни инженером я не хочу. Были ссоры с родителями, потому что ушел, учился на платном, потому что... Вот, и решил поступать. Поехал поступать в Екатеринбург, там дошел до второго тура, благополучно слетел со второго, вернулся в Тобольск и просто пришел в театр. Хочу работать в театре, кем, не важно. Пришел монтировщиком в штат, работал монтировщиком, и подошел артист Тобольского театра Юрий Мазур. Тобольск предложил поучаствовать в постановке, то есть он в качестве режиссера выступал. И как-то закрутилось, завертелось, сезон я проработал, в четырех, по-моему, спектаклях был задействован. Ну, потом все-таки пришла эта мысль, что надо поступать, уволился из театра, пробовался в Москву сначала, нигде не прошел. Потом опять поехал в Екатеринбург, опять второй тур злополучный. Вернулся в Тобольск, предложили ехать в Казань, Казанская театральная. Приехал туда 1 сентября как-то без конкурса, без синонета Казиралис, какой-то такой пришел вообще. Послушали меня педагоги, сказали, берем. Так вот я и попал. Говорят, что действительно в театр попадают как под поезд, они просто приходят служить и работать. Но вот, Юрий Павлович, к вам у меня такой вопрос родился. Бывает ли у вас в сезоне вот как с каким-то особым чувством вы играете какую-то одну отдельную постановку? Или это не характерно для вас? Вы вообще волнение испытываете перед каждым выходом на сцену? А я должна заметить, что вы иной раз, пусть и блистательно, но играете самые крошечные роли. Что несправедливо, конечно. Как у вас? Да, ну в театре бывают разные периоды, конечно. И вот последний период у меня был такой, как-то я, как-то так складывалось, что я играл небольшие роли. Но любили, вот вы все равно ведь любите, вы бы иначе их так блестяще не исполняли. Без этого невозможно выходить на сцену. Любую роль ты должен любить и с этой любовью выходить на публику. Иначе тогда все бессмысленно. Если ты сам не влюбляешься, невозможно заразить публику ничем другим, кроме своей любовью, вот к этому персонажу. Но, конечно, волнуешься, конечно, всегда это естественно для всех. Ну, последняя вот работа, она наиболее значительная, и для меня было счастье в таком материале, Пушкин, маленькие трагедии, роль Сальери и такой интересный режиссер. Это то, что я ждал, наверное, вот и дождался. Мы должны сказать, что премьера действительно этого сезона совсем недавние, там какие-то два месяца прошли. Уже есть отзывы зрителей, есть отзывы критиков, причем с большим интересом критика восприняла. Пригласили вас с этим спектаклем, коллектив, естественно, много исполнителей, на международный пушкинский фестиваль в Псков, где представляют и театры из столиц, в том числе на тему Пушкина свои произведения. Вот Моцарт и Сальери, вот как раз здесь два исполнителя главных ролей, скажем так, как вот в постановке Петра Шерешевского «Маленькие трагедии». Но вот тоже интересно и у Вадима, да, на сцене русского были там чудовища, один гном, потом там еще испану чуть ли не дерево, да. Потом вдруг появляется Меркутсо, Ромео Джульетта, да, теперь вот Моцарт в постановке «Маленькие трагедии». Это что-то как-то вот щелкнуло, что-то переключилось, или это просто вот надо на одном месте работать, 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 любить каждое дерево и каждого гнома в своем исполнении, и тогда что-то было? Да, конечно, ну, не знаю, как-то щелкнуло, наверное, это вот после Ромео и Джульетта как-то пошло, да, скорее всего. Вот, после Сергея Павлюка. Для меня, конечно, тоже удивлением большим было, что роль Моцарта как-то так потряхивала даже изначально. То, что возьму я эту планку, не возьму, взял, не взял, не мне судить. То есть полностью осовременен сюжет Пушкина, перенесен в наше время. Но мне кажется, именно это и подчеркивает его вечность. То есть это действительно художественный прием автора постановки, в данном случае Петра Шерешевского. Но здесь есть еще и вот этот очень интересный прием молодой Моцарт и взрослый, состоявшийся, успешный, вальяжный сальери, как мы ему поначалу и воспринимаем. Но вот вопрос здесь у меня даже, может быть, больше к Вадиму. Ощущаете ли вы, что здесь Моцарт некий такой вот положительный полюс? Или вы его даже не думаете делать таким? Но ведь с первого взгляда он действительно маргинальный какой-то, вот странненький. Не то, что странненький, а то, что свое какое-то мировоззрение, свой взгляд на мир. То, что в окружении всей вот этой вот похоти, разврата и тому подобное. Жадности, зависти. Жадности, зависти, всех этих совокупностей, этих человеческих грехов. В принципе, что в наше время происходит. Да во все времена происходит, скажем честно. В принципе, вот такой простой, искренний человек. Талант. Талант. Человек просто, который живет музыкой. И ничего другого, в принципе, не надо. Роль получилась от себя. Больше в себе копался. Докопался до таких интересных для себя вещей, конечно. Ну, например. Ну, например, на мир действительно после этой роли как-то у меня взгляд поменялся. Более открытый стал людям. Более искренне, как-то более с добром относиться. Вот если раньше за собой замечал, там какие-то тоже там завистливые моменты. Ну, такие не черные завистия прямо. Такой белый, хороший тоже, но все равно. Но почему не я? Такое вот было у меня. Сейчас как-то это все ушло. Наоборот. Сострадание больше к людям появилось. И радуешься за других больше. Я знаю, что артисты вообще иногда предсказывают свою судьбу. И, может быть, успех спектакля. Вот судьбу маленьким трагедиям. Может быть, еще какому-то спектаклю, о котором бы хотелось вспомнить. Может быть, сказать, что уже счастливо складывается там у зрителей. Вообще есть эта формула успеха? Вот к вам обоим такой вопрос. Формула успеха спектакля или... Да. Спектакля. Даже не знаю. А роли? Тоже не могу сказать, как пойдет. Ну, конечно, успех прогнозировать очень сложно, потому что наше дело абсолютно такое непредсказуемое. И не знаешь, где что и как отразится, и как будет принимать публика. Но, вы знаете, я убежден, что этот спектакль абсолютно нужный театру. Такого спектакля у нас не было. Это новое такое... Я просто... Иногда ты говоришь, что тебе там не стыдно в таком-то спектакле играть. А в этом спектакле... Я горжусь, что я в этом спектакле нахожусь. Мне... Я бы страшно завидовал, если бы я не был участником этого спектакля со стороны. А мне настолько там хорошо, настолько интересно. И я просто горжусь, что у нас есть такой спектакль. Потому что мы привыкаем к какому-то вот телевизору, да, где нам мыло показывают. Мы все немножко привыкли вот так клипово мыслить. Но это не есть правильно. Вот все-таки театр, он говорит о каких-то очень таких важных вещах. Вопросы, во всяком случае, задает. И ставит вопросы очень важные и современные. Юрий Павлович, ну вот каждая следующая работа, ей живет артист. Сейчас премьера готовится. Покровские ворота, она вообще уже не за горами. Да, мы готовим такой спектакль. Но работа еще только вот, хоть осталось месяц, мы уже, в принципе, какой-то период уже репетируем. С перерывами поуезжали тут. У нас же почти вся труппа была занята. Все выехали, нас вывезли. В гастрольные поездки у Абсков. Это вообще, конечно, подвиг для театра. И надо отдать должное директору, потому что... Стэля Кудрявцева, да, совершить этот подвиг. Может, такую массу народу отправить, просто отправить. Это уже небывалое за последнее время такое дело. Поэтому были перерывы, и сейчас мы вернулись к репетициям. Ну, что-то пока прогнозировать не хочу. Работа идет. Работа вроде бы интересная. Где-то у нас возникают и интересные споры, дискуссии. Ну, все пока еще начало. Не буду пока ничего говорить, но... Дождемся премьеры. Я желаю вам успеха, Вадим, и вам тоже в этом спектакле, да, в Покровских воротах не заняты. Ну, наверное, уже какие-то идут планы, предложения. С режиссером что-то уже обговариваете дальше? Пока нет, не обговариваю. В Покровских воротах заняты. Правда? Ну, мы там вчетвером музыкантами будем. Мы пока еще на репетициях не были. Наверное, с этой недели, скорее всего. Ясно. Ну, в таком случае, вот хорошо, что, наверное, совпадает и мнение зрителей, что вот за последние пару лет появились крупные роли. Вас заметили и в «Метели», и в «Ромео и Джульетте», и вот, конечно, в «Маленьких трагедиях». Я благодарю вас за эту беседу, и русский драматический театр Удмуртии. Напоминаю, что актеры этого театра Юрий Малашин и Вадим Ислович, и Томин сегодня были в программе «Сквозь судьбы». А вам я желаю, чтобы судьба была добра и к вам. До новой встречи на телеканале «Моя в Удмуртии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова